И всем привет! Патч 3.14 добавил нам в игру новый худ. Когда-то там будут худы у каждого производителя свои, но пока у нас всё однотипное. И данный худ вообще другой, в отличие от того, что у нас было. Ну что ж, давайте пробежимся по его изменениям и вообще, что он теперь показывает. Информативность этого худа, прям, мне честно очень сильно нравится, прям вот, прям вообще-вообще-вообще. Ну конечно, всегда можно сделать что-то лучше. Ну что ж, пойдём по тому, что у нас вообще показывает. Первое, вот эти вот полоски. Это наша сигнатура. Тепловыделение, энергетика там, просто сигнатура и так далее. К примеру, если я выключу щиты, нас уже не так сильно будут палить. Если я включаю, энергетика, ясное дело, питание возрастает и этим самым больше показывает. Здесь информативность, честно, так себе, как бы, вот ей-богу, дай бог, кто этим будет пользоваться. Ниже вы видите непонятные цифры. И вот ещё. И такие, чё за фигня? Ну, по сути, во многих шутанах такая фишка используется. И, наконец-то, не будет вот этой темы. Где цель? Я её не вижу на радаре. Она от меня сверху. И ты такой, какой нахрен в космосе сверху? Оно здесь везде сверху. А ты теперь можешь спокойно сказать, цель по курсу там 270 на 40. 270. Сюда. 40. Вон, пич. Либо 270, не знаю, там, на ноль. Значит, мне куда-то надо вот так вот посмотреть примерно. Я уже буду понимать, что где-то здесь цель находится. А не просто вот, 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 там вот цель, как бы. И вот, вот, херач куда-то, как бы. Вот, как бы, информативность, особенно в бою для боевых построений, она, наконец, здесь прибавится. Кстати говоря, вы вообще этой фишкой планируете пользоваться или нет? Напишите, пожалуйста. Также здесь дополнительно вот такая же вот аналогичная вещь. Альтитуда. Высоту метр. Когда вы будете взлетать с планеты. Далее. Наш скорость и круиз-контрольная скорость и лимит. Вот теперь вот такой вот квадрат. Не полоска, которую не так сильно видно и мало кто на нее обращал внимания. А именно вот такая вот квадратная фигня. Кстати говоря, она что-то, вот, наконец начала менять скорость. Видите, да? Бегает. Красная зона. Это, ясное дело, когда мы будем очень хреново попадать по цели. И Клосс Комбат. Вот. Зеленая зона. Ну, ясное дело, вот, лимит. Значит, мы вот так будем лететь. Все просто. Далее. Вы сразу видите, что здесь что-то такое появляется. Это наши трассеры. Работают они или нет? Потому что, когда я даю просто скорость. Немного трассеры сработали. Подали нам газу. Все. Я лечу на маневровых. Начинаю крутиться. Работают трассеры. Начинаю резко крутиться с нитро. Трастеры идут в перегрузку. И они уже красно морут. Чувак, отстань. Отстань. Что ты делаешь? И также здесь идет буст. Это наше нитро. Которое, да, оно кончается, ясное дело. Оно требует времени на подзарядку. Вот подзарядка пошла. Теперь это все показывается здесь. Это реально очень информативно. Пока также я в скорости. Что меня очень сильно радует. Это направление нашего движения. Вот такая вот маленькая херня. Я лечу вперед. Мой корабль движется сюда. Врубим каплот мод. Я прекрасно понимаю, что я лечу вот сюда. Не искать там вот этот вектор направления. Что очень неудобно. А сразу я вижу его здесь. Выключили декаплот мод. Оп. Все. Идеально. Также перегрузка на моего персонажа. Она также показывается здесь. При скорости, при маневрах, сколько G я испытываю. И да, ребят, потерять сознание в этой игре можно. Но это по большей степени на гоночных кораблях очень сильно чувствуется. Когда ты прям вот втопил, выключил G-save, поддержку тебя в кресле. Там управляемость кораблем вообще дико возрастает. Но, конечно, ты просто выключаться будешь от каждого маленького маневра. Как бы это вещь такая и очень опасная, я бы сказал. Но G-save надо отдельно в кнопку включать. Далее мы видим как раз таки каплот-декаплот мод. Если не горит, значит мы в декаплоте. Если горит, значит мы в каплот-моде. Каплот-мод это как раз то, что я лечу вот так вот вперед, врубаю мод, я могу спокойно крустить кораблем, вектор моего движения не меняется. Очень удобно, кстати, на больших кораблях. По максимуму втопил скорость, развернулся к противнику и ему в лобешник накидываешь, ибо нефиг за мной лететь, иди нахер. И потом опять повернулся куда тебе надо, выключил каплот-мод и топишь дальше. Удобно. ЕСП-мод выключен, включен. Вот это фигня. ЕСП отвечает у нас по большей степени за доводку нашего вооружения до цели. То есть сейчас у меня стоит лог. Я буду стрелять только вперед. Лог. Нажимаем на G. Авто. То есть как раз таки автоприцеливание в небольшом радиусе сведения нам компьютер будет помогать сводиться. Но иногда бывает, что какой-нибудь там рассинхрон, большой пинг и так далее, и компьютер мешает нам стрелять. Он стреляет, скажем так, сзади уже корабля, потому что цель, по сути, она уже немного вперед пролетела, а компьютер еще не успел эту информацию обработать и как бы пытается стрелять куда-то в другое место. Мы можем выключить ЕСП. Опять же, это в настройках управления меняется. И сами рукой, мышкой или чем вы там стреляетесь, вы будете уже сами стрелять чуть-чуть вперед цели и будете по ней попадать. Был, кстати, один или два патча, когда ЕСП было просто убито и стрелять с гембальных пушек было просто нереально. Все летали именно на золоченных пушках либо на фиксах. Либо еще раз на G нажимаем, стреляя чисто по таргету. По большей степени это также с таким же доведением. Но, по крайней мере, мы всегда видим, что у нас здесь происходит. Ну что ж, с левой стороной разобрались. Переходим к правой. Питч я уже объяснял. По сути, вверх-вниз мы смотрим. Также высоту метр здесь будет отображаться. G мы смотрели. Пушки. Энергетика. Сколько у нас всего патронов и сколько прямо сейчас заряжено. Стреляем. Загорелись зелеными. И сразу ниже полоска желтеньким иногда подпрыгивает. Но как бы у меня здесь пушки второго размера, они по сути не греются. Если же вы летаете там на стели, там на пятерках, вот они будут греться. Перезарядка. Кружочек был. Идет перезарядка. Либо баллистика. Сколько всего патронов я могу возить с собой и сколько у меня сейчас на борту. Конечно, она особо не греется. Опять же, второй размер. Ведем огонь. Как вы сами видите, немного идет. Давай, догрею. Делайте ставки. Догрею или не догрею. За количество этих патронов. Успей перегреть? Прям даже теперь самому, кстати, интересно стало. Слушай. Должен. Должен успеть. Давай. Давай еще чуть-чуть. Конечно, долгие бои теперь на маленьких кораблях вообще не будут. Даже на баллистике. С энергетикой подавно. Перегрев. Перегрев. Давай. Вот пока она не остынет, я не могу стрелять. Остыла. Могу стрелять дальше. Очень информативно. Меня вот честно, прям это пипец как сильно радует. Ракеты. То же самое. Какой размер ракеты, даже ее вид зачем-то, ее количество, сколько у меня ракет взведено. Я могу эту ракету поменять на другую. Могу увеличить количество ракет в зависимости от того, сколько у меня пусковых устройств. И могу, ясно дело, шмальнуть. И сразу пойдет зарядка. Смотрите. В этот момент я не могу заряжать ракеты. Прошло, ракеты заряжаются. Очень удобно. По ракетам, по Missile Operator Mode, это отдельное, ребята, уже видео. Смотря, что быстрее у меня выйдет на канале. Вот. И самое главное, сразу по ракетам. Показывает дистанцию. Максимальную и минимальную. У каждого размера ракет, и даже типа ракет, эти дистанции бывают разные. Если цель вот в этом диапазоне находится, все супер. Если ниже или дальше, вы не сможете навести ракету. Переходим далее. Количество нашего топлива. Гидроген. Это когда мы здесь просто летаем, топим, тратим топливо, как бы какие-то перелеты происходят. Вот. И сколько у нас квантум топлива. Это когда мы хотим сделать прыжок. Там, не знаю, спорт Алисар, на Деймар, на Майкратек и так далее. То есть это когда дальние прыжки. Раньше надо было заходить через F2, посмотреть на карту, вот слева наверху здесь. У нас показывал, сколько топлива. Короче, очень неинформативно. Надо было искать. И не всегда ты понимаешь, как бы прыгнешь ты или не прыгнешь. Ну, конечно, там надпись появлялась, типа, чувак, у тебя топлива мало, как бы, а ты такой сидишь, а что, сколько топлива-то? А где смотреть? Вот здесь. Теперь это всегда будет показано. Очень удобно. Мне очень сильно нравится. Далее. Какие-то еще циферки. Почему они так слабенько подсвечены? Вот это я единственное не понимаю. Здесь все светится, здесь нет. Ну ладно, это ПТУ, может быть, еще светилку здесь добавят. Это наша защита корабля. Декой вспышки и нойз это шум. Первые вспышки. Система против ракет. Если вас пустили ракеты, бахнули вспышками, как бы ракет полетит туда. Но посмотрите мое видео про миссл-оператор мод, где я разбираю полностью управление ракетами. Вас эта фишка порадует. И шум. Подыщ. И как вы сами видите, сколько заряжено, кстати говоря, даже показывает. Я на максимум выставил, чтобы прям паник-мод так называемый. Все показывает. Офигенно. Реально информативность этого худа прям одна из просто дико топовых. Мне прям, ребят, очень сильно нравится. Ну что ж, надеюсь, у вас теперь... А, кстати, геормод. Когда я выпускаю шасси, появляется отдельная надпись. Вот теперь я шасси. Убираем. Мигает, пока она убирается. Либо расправляется. Все. Погасло. Просто бомба, блин. Мне дико нравится новый худ. Даже интересно, а что можно еще добавить в этот худ, чтобы было больше информативности и не было загромождения, самое главное. Потому что визуальной составляющей, что ты больше пространства видишь, это очень важная часть геймплея. Есть ряд людей, я их знаю, которые жалуются, что здесь много лишнего и нагромождает, загромождает, уменьшает визуальность. Я бы, наверное, убрал бы вот эту вещь. Нафиг. Скорее всего. Вот эту вот крутилку. Я хрен знает, как она правильно называется. Куда-нибудь вот сюда бы, наверное, выставил, чтобы не так сильно тоже загромождало. И, может быть, размерами чуть уменьшил бы вот эти вот все. Потому что количество скорости, как бы, ну, мне, по сути, важно вот мое количество скорости, с которой я сейчас лечу. А то, что вот как спидометр идет вверх, ну, мне это не так сильно важно. Это можно уменьшить. Размер. Я лично думаю. Трастер. То же самое. Да, я вижу, что он работает на максимум. Да, этот можно максимум уменьшить, либо увеличить. Тогда трастеры будут еще слабее, либо сильнее. Как бы, тоже можно уменьшить. Вот эти вот вещи, их можно вообще меньше сделать. Еще меньше. Я думаю, это будет удобно. Вот это в каком-то режиме, ну, ладно, это бы оставил. Количество топлива я бы, наверное, тоже уменьшил. Джишку и направление. Вот направление я бы больше, кстати говоря, сделал. Лично мое мнение. Защиту я бы, наверное, куда-нибудь вот сюда поближе перенес. Потому что сколько у меня патронов, сколько у меня шумок и так далее, это надо видеть в бою. Либо вообще добавить функцию, что ты сам вообще что-то можешь загасить, а что-то выключить. Но это уже, видимо, когда-то в дальнейшем, когда это все блоками будет делаться. И самая главная вещь, которую, ребят, сразу говорю, вы не сильно полюбите. Она из патча в патч качует. И когда вы смотрите на что-то яркое, то смотреть на вот это уже, согласитесь, не очень-то уже приятно, да, Вот-вот-вот. Надпись Badger, вот пойми, сколько там. По-любому, здесь надо какое-то затемнение, шрифта. Может быть, цвет вообще, чтобы по-другому какой-нибудь менялся. или, ну, что-то с этим надо делать. Потому что эта фигня из патча в патч качует. Когда ты смотришь на светлую планету, не знаю, на микротек, ты вообще, по сути, практически весь худ просто тупо не видишь. Вот это прям проблема у ЦИК, она есть. Ну что ж, что... Вот вопрос к вам. Что бы вы добавили в худ для вашей информативности, что бы вы вообще хотели видеть здесь? И что бы вы убрали, либо поменяли? Реально очень интересная тема. По идее, если много людей будет голосовать за ту или иную вещь, по сути, можно попробовать эту тему ЦИГом закинуть. А что бы нет? Может быть, они нас послушают? Они слушают, благо сообщество, меня это сильно радует. Может, они что-то нам поменяют. Мало ли. Давайте, ребят, пообсуждаем. Ну что ж, ну ясное дело, чтобы все видосы не пропускать, лайки, подписки, колокольчик, заходите в Дискорд. Ссылка в описании. Ну что ж, пока-пока, поехали к следующим видосам.